шалом уважаемые дамы и господа цикл лекций каббала и строения миров сегодня мы рассмотрим с вами понятие от смут от смут от смут это внутренняя сущность творца слово этим это сущность это кость кость всего так вот когда в кругах каббалы например или хасидизма говорят слово от смус все сразу понимают что речь идет о внутренней сущности бога и здесь имеет место привести маленькую цитату рамбама его бессмертном произведении путеводитель заблудших он говорит ибо он необходимо существует всегда не подвержен изменениям и случайностям что нам объясняет рамбам он говорит что творец существует без какой бы то ни было причин он просто есть все его сущность и его существование неразделимый вот их вот это вот неразделимость и называется от смут каждое мгновение бог придает всем своим творением животрепещущую энергию она называется хают слова хай хай это жизнь хают это животрепещущая энергия он оживляет все созданное им но его собственная внутренняя сущность от смут хоть и обитает везде но не ощущается творение для чего он создал он от смут он жизнь он все он в нас он во всем что нас окружает но мы это не осуществует нет не понимаем не чувствуем так как нужно почему для того чтобы мы имели возможность быть испытанными и иметь право выбор поэтому наш мир был создан речи творца как написано в то или им речениями уст его были созданы небеса и земля хотя всевышнего нет уст и нет телесного образа какого-то но для того чтобы человек мог каким-то образом осознать такого рода информацию тора говорила на языке людей то есть на понятном для нас уровне поэтому вторе есть такие выражения как глаза его уста его перст божий так далее и когда мы говорим речениями его были созданы небо и земля мы понимаем с вами что речения это не от смут весь мир не был создан аспектом аспектом от смут вот этой сущностью он был создан аспектом гибур ильон гибур ильон это высшая речь то есть в общем творец это от смут и как из человека выходит речь на примере так творец своим высшим высшей речью гибур ильон создает мир и мир был создан или он является каким-то внешним отблеском от смута этот внешний орбис называется гибур ильон поэтому речением его был создан наш мир и для того чтобы подытожить сказанное что мы с вами выучили сегодня от смут это сущность творца гибур ильон это высшая речь мы с вами выучили такое понятие как хают вот эта энергия которая оживляет все творения все миры который создал бог шалом шалом